Привет, я Инфоса, и я нервничаю. Привет, я Инфоса. Привет, я Инфоса. Дельные шедевры. Я покажу вам новые коллекции. Покажу вам новые коллекции, покажу вам новые коллекции. Ага, целый. Привет, я Инфоса. И если вы не понимаете, что я говорю, пожалуйста, подождите на субтитры. А я продолжу этот канал про орнамент, психологию и искусство. Про разные материалы, такие как керамика, макраме, дерево и стекло. Я покажу вам новые коллекции, мастер-классы, свожу в интересные места. Мы поговорим о символизме и одиночестве с разных сторон. Если вам интересны такие темы, не забудьте подписаться. Сегодня заглянем в мою новую коллекцию этого лета. Откуда взялись идеи, какие особенности и что с этим делать. Оставайтесь со мной, немного поболтаем. Начну я с флагов. Это уже полюбившееся изделие. В прошлый раз была пробная партия, и она сошла довольно хорошо. Хочу рассказать про предысторию. Изначально, когда я переехала в Грузию, я искала какие-то особенности национальные, чтобы удачно влиться в культуру, чтобы быть конкурентоспособной со своими изделиями. Так как Батуми, в принципе, туристический город, нужно было добавить национальные особенности в свои изделия. Флаг из тушитинской шерсти появился у меня первоначально еще в прошлой коллекции, но я выпустила очень ограниченную партию для того, чтобы проверить, понравится ли продукт или нет. Он зашел довольно хорошо, его часто покупали, и я надеюсь, что все остались довольны. Мне очень нравится своим уютом, компактностью. Даже в условиях переездов, которые сейчас довольно нередки, ему можно найти место в любом интерьере. За счет натуральности материалов он хорошо сочетается с любым дизайном. Изначально, когда я приехала в Грузию, мне очень нравились ковры национальные, вот эти красно-зелено-черные в тонах, но я никак не могла найти из натуральных материалов, который бы стоил не запредельно в каких-нибудь антикварных лавках. В общем-то, с этого и начался мой интерес к ковровой вышивке. Так появилось это изделие. Здесь присутствует дрифтфуд, который я собирала на набережной. Обрабатывала маслом, полировала, подбирала по тону и по форме. Я знаю, что некоторые не заморачиваются с обработкой дерева, но я считаю, что это очень важно, потому что все-таки это на берегу находилось, и неизвестно, что с этим было. Там могут быть какие-то жучки после обработки сначала водой, под напором в том числе, легкими мыльными средствами, полировкой, шлифовкой, нанесением масла и воска. Поры забиваются, и вероятность того, что там дальше будет развиваться жизнь, очень мало. Что мне еще нравится, что шерсть здесь именно местная. И для меня это очень важно, потому что хочется, когда ты турист, особенно увезти какой-то кусочек такого уюта местного, с колоритом, дотронуться до чего-то очень древнего, естественного. Там очень интересная история по поводу самой этой шерсти. Я так понимаю, что семья занимается шерстью довольно давно. Находятся они в глубокой деревне, где-то в горах. Как они говорят, что шерсть не всегда удается поставлять, потому что зимой и в сильные дожди дорогу просто размывает, и туда сложно попасть. Это добавляет ценности для меня в том числе, потому что это довольно редкая штука получается. Я перфекционист, поэтому стараюсь делать все качественно, ровно и аккуратно. Иногда на это уходит больше времени, чем хотелось бы, но я думаю, что это того стоит. Сзади все узлы обработаны, они убраны, не видно никаких выступающих хвостиков, ничего такого. Все аккуратно. Удачный кусочек грузии можно забрать отсюда, подарить друзьям, или повесить у себя в доме, всегда с теплом вспоминать об этой стране. Хочу показать, что повторяться сложно. Во-первых, это зависит от вязки. Какой-то момент плотнее, какой-то нет, форма немножко отличается. И плюс она отличается из-за того, что каждая палочка уникальна по форме, поэтому не всегда она ложится так же. Все натуральное и легкое. Можно поговорить о подсвечниках. Здесь вот вы видите маленький. Мне он нравится самой, я думаю, что возможно я его оставлю себе. Здесь я специально учла удобное отверстие для свечи. Если в маленьком еще можно как-то сверху поставить, то в предыдущих сериях я заметила, что довольно неудобно оставить свечку сверху. В двух вариантах большой и маленький. И то, и другое на низкую свечу желательно, потому что это выглядит наиболее гармонично. В данном случае можно взять среднюю свечу. Теперь отдельно по поводу них. Во-первых, сам паттерн навеян размышлениями об уюте. Мне представлялось, что свеча, которая в каких-то таких холодных, одиноких вечерах может согреть своим теплом. Этот огонек таинственно создает, наводит какие-то размышления. Вот. Я сразу представила себе, когда мы сидим у камина с котиком на кресле. Вот этот котик мурчит, огонь в камине полыхает. Самое классическое представление о бьюте. Я пыталась имитировать. Если брать свечу, пламя у нее колышется. Узор будет добавлять на стенах эффект. Мне кажется, есть что-то такое восточное в этом. Это первые шаги в сторону паттернов и ритмичности в моих работах. В дальнейшем я хочу делать пламя именно в эту сторону, потому что для меня паттерны и ритм – это что-то такое гармоничное. Если вы посмотрите, например, в Инстаграм, то там уже есть некоторые фотографии, которые именно на это углом идут. По поводу текстуры я добавляла магнитный песок. Мне напоминает античность. Зернистость добавляет, тактильность изделия. Смолочение добавила градиент сюда. Как пламя полыхает, так же и здесь распределяется цвет. Узор не повторяется, то есть он цикличный. Но из изделия в изделие повторить я это не могу. У меня нет определенного шаблона пока что. Подумаю о мастер-классе. Пишите мне, если вам это интересно, с подробной инструкцией и макетой. Как вы знаете или не знаете, здесь много национальной кухни. И все хотят унести частичку и образ, и воспоминания о приятном времяпрепровождении. В Батуми очень много пальм, поэтому пальмы здесь есть. Хинкали и хачапури. Мне нравятся они все, но мне кажется, хинкали получились просто произведением искусства. Я специально не закрасила хвостик. Защипывают, когда тесто, и отрезаю, а там встает какой-то рельеф. Магниты пришлось менять. Сначала делала на виниловых. Лучилось обратно, они спадали. Я решила, что так дело не пойдет. Нашла неодиновые, по-моему, их называют. И они очень хорошо крепятся. Ничего не упадет, не отлетит. Можете не волноваться за керамику. Я проверяла, у меня висит, и ничего с ним не происходит. Понятное дело, если швырять, то, наверное, это будет не самый удачный вариант. Хинкали тоже самое. Глазу нету такая внутри. Вы, наверное, знаете, что хлебушек. Внутри сыр, солугу необычно. Либо и меретинский. И сверху яйцо. Вот. Смех, есть. Долго подбирала цвета, чтобы они были максимально натуральными. Я надеюсь, у меня это получилось. Сверху такая корочка, чуть подгоревшая. Потому что в печи на высокой температуре запекаются. Белая это мука. Белок немного светлее, чем сыр. Потому что у сыра, знаете, кремовая такая текстура. Тени здесь тоже присутствуют где-то. Больше подрумянилась, где-то меньше. По поводу пальм. Есть два варианта. С более четким контуром это вот это. И есть с визьбой вот это. Больше имитирует. Ветреную погоду. Я не большой фанат милоты. Кроме котиков, конечно, и собачек. Ну и вообще животные милые. Сердечки получились очень уж калевыми. Местные мастера больше целятся на туристов. Поэтому больше такой сувенирной тематики. Подготовила набор кетцы. Их не то, чтобы прям полно. Сможете себе отхватить парочку для себя и для своего друга. Чтобы его угощать. Размеры 17 сантиметров. Высота 3 сантиметра. Так как это ручная работа, я не могу пока гарантировать. Точности миллиметр в миллиметр. Я и к этому пока что и не стремлюсь. Потому что не та аудитория, которая хочет, чтобы их изделия были тиражными. Все натуральное, как и в любой здесь керамике. На данный момент молочение. Это нанесение молока и запечение. Если кто-то переживает, что она проницаема, нет в данном случае. Покрывается молоком, запекается. Это придает свет. И дальше я обрабатываю специальным составом, в который входит масло и воск. Масло полимеризуется, воск забивает поры. И в итоге, как запечатывают, например, вина, так же запечатываются и поры в посуде. При тех температурах, которые есть в духовке, недостаточно, чтобы все выгорело. Больше 300 начинает коптить, но, по-моему, таких духовок нет. Вот это запекалось на 300. Полировка присутствует, чтобы это было удобно мыть. Плеск. Это из-за того, что он вощеный уже, воском покрытый. Нужно помнить, что керамическую посуду нельзя ставить на закрытую духовку. Керамика может треснуть, лучше холодную. Тогда с ней ничего не произойдет. Я уже попробовала. Сейчас я вам покажу, как выглядит аджахури. Тоже мясное блюдо. В одной из таких тарелок, которые я оставила себе. Потому что мне очень нравится само блюдо. И нравится запекать. Это очень быстрое, вкусное, сытное, полезное. Сама я уже скушала, потому что мне хотелось есть. Он выглядит очень даже симпатично. Традиционно. Когда готовила, испугалась, что может не хватить. Но в итоге оказалось, что одна порция была больше, чем достаточная для меня. Я знаю, что есть два размера. В красных керамических и, по-моему, в черных чугунных. Те порции больше. Это и должна быть на одного человека примерно. Все уцелело. После печи запекала я на 210 градусах. Видела некоторые пишут, что лучше холодной водой облить. Мне кажется, это наоборот хуже. Потому что тогда будет резкий перепад температуры. А это плохо для керамики. Расскажу про брелки. Они двусторонние. Здесь используется керамическая основа. Немного магнитного песка с добавлением также для швиховатости. И нитка 50% хлопка, 50% акрила. Всегда топлю за натуральные материалы. Но в данном случае выбрала именно такой состав. Потому что он более износостойкий. В данном случае это брелок. Вещь, которая постоянно трется, болтается, стукается. Не та вещь, которая хочется, чтобы она стерлась быстро. Пусть вас не пугает, что это керамическая вещь. Пару недель повисел на портфеле. Не именно этот, а другой брелок тестовый. И вот уже около месяца висит в ключной связке. Ничего с ним не происходит. Обычно брусаешь ключи, ты пошел. Все нормально. Они разные. Немного наглядности, правильно? Не знаю, как вы, такой человек или нет. Я люблю подавить, чтобы я наверняка их не потеряла. Вот так это выглядит в связке. Вот так это может выглядеть на сумках. Вот так вот. Выполненное изделие в разном исполнении. Есть более мужские, есть более женские версии. Символы здесь взяты неспроста. Это ключевой посыл этого сезона. Я планирую углубиться в орнамент. И предыстория такая. Когда я приехала опять же в Грузию, в Джорджию, в Сакар Твайла, пыталась найти какую-то национальную особенность, чтобы постараться внедрить ее в свои изделия и прочувствовать культуру изнутри, чтобы смочь передать ее дальше уже в своих изделиях. Я наткнулась на такой парадокс. Многие говорят, что вот этот символ, он же восьмиугольная звезда, в некоторых культурах называется хатам, в индийской культуре известен как аштамангала, в китайской культуре багуа, в украинской культуре рожа, в грузинской культуре зидахара, в армянской культуре аривагал, в азербайджанской румус. И самое популярное, самое известное, это в скандинавской культуре, это сельбустар, либо восходящая звезда. Я прошу прощения, если где-то какое-то звучание было неверным, исправьте меня в комментариях, пожалуйста, если что. Я копнула довольно глубоко, но недостаточно пока что, чтобы понять, что, естественно, у разных культур разные оттенки какие-то, какие-то исторические, либо религиозные. При этом, при всём, этот символ используется как базовый во многих странах, во многих вообще уголках мира. Меня очень заинтересовало, что это может значить вообще. Судя по всему, если брать что-то общее, то этот символ означает связь человека с космосом. То есть в каждой культуре есть какие-то оттенки, но при этом какое-то основное значение сохраняется. Так как я фанат космоса и вообще вся эта тема с энергии, я не могла пройти мимо. Изначально я приехала когда сюда, я видела на ковровой вышивке такие символы. Подумала, да, всё, это, видимо, тот самый символ, как визитная карточка этой страны. Вот этот символ, это то, что мне нужно. Потом я увидела, украинские ребята приехали, и у них на вышивке было такие же символы. Белорусские ребята приехали, у них то же самое. Я вспомнила, бабушки в деревне были скатерти с такими же вышивками. Я поняла, что что-то здесь не так, и начала копать глубже. Естественно, какие-то культурные особенности накладываются, и трактовка немножко меняется. В этой серии сочетаний много разных. Подумала, чем может отличаться разные народы, и поняла, что в разных странах отличается цветовая палитра больше. В Грузии, например, сочетание чёрного, красного и зелёного, или красного и жёлтого, очень повсеместно, особенно в Аджарии. Я так понимаю, в северной части там уже другие. Взяла как основу цветовые палитры разных стран. Получилась коллекция с изображением одного и того же символа, но в разных цветовых вариантах. Ещё присутствует здесь один узор. Это Пацомах. Основан также на восьмиугольной звезде, если вы видите. Вот углы. Я взяла Пацомов как символ своего бренда. Мне кажется, что самое близкое олицетворение энергии, оптимизма. Хотя я совершенно не оптимистичный человек, но я стремлюсь, по крайней мере, к этому. В общем, этот цветок напоминает мне о том, что в жизни есть много хороших. Следующее – это падение. Серия горшков цветочных. Растений у меня нет. Опять же, я в переезде, поэтому использую, что есть. Вот так он выглядит. Здесь также используется эта звезда восьмиугольная. Здесь тоже магнитный песок. Внешнюю часть я не обрабатывала, потому что терракота сейчас в моде. Выглядит это очень нейтрально. Сочетается хорошо с этническим стилем, с Боха, с минимализмом, с Джупанди. Ну, это классика. Когда засыпаешь землей и поливаешь обычных, непокрытых терракотовых горшках, начинают появляться темные пятна от воды. Потому что глина пористая, она впитывает влагу и начинает темнеть от влаги. Поэтому, если не обрабатывать внутри, она начинает выступать снаружи. И это покрывает прям полную стенку, и получается, что здесь там покрыта полоса, здесь не покрыта. Это выглядит на любителя. Здесь есть глазурь. Проделанное отверстие. Я знаю, что многие делают одно, но я когда-то занималась растениями, и это отверстие может забиться керамзитом, например, и всё. Вода просто будет накапливаться над ней. Мне кажется, такой вариант более практичный. Их всего четыре. Один бракованный, то есть у него есть трещинка. Такие изделия я продажи не допускаю. Если вы хотите увидеть изделия, у которых есть минимальный брак, не влияющий на функциональность, то лучше приходить на маркет. Можно купить мои же изделия, попробуя, так сказать, по более сниженным ценам. Если, например, вы сомневаетесь или у вас в данный момент нет такой возможности. Зачастую бракованные изделия я продаю где-то до 50% скидку, а то и больше. Они немножко отличаются по форме. Для каждого существует тарелочка. Узор есть вот такой ещё. Точно такой же, только немножко широковатый. Чуть-чуть шире и ниже. И ещё один такой же, такой же, как и предыдущий. Это те, которые целы. Покажу в данном случае бракованные, потому что она немного отличается. Здесь более такой греческий узор за счёт вот этих змеек. Здесь также присутствует восьмиконечная звезда, но здесь есть трещинка. Вот здесь её можно видеть, я не знаю, видна или нет. Маленькая трещинка в глазури. Функционально она никак не влияет, протекать она не будет, она не сквозная. Однако это так, поэтому будет в селе. Специально для горшков я подготовила макраме-подвесы. Пока что их три штуки. Однако макраме я собираю заниматься чаще. Будет больше изделий. Потом буду сочетать материалы, например, на брелках. Давайте попробуем какой-нибудь из них. Ровно вроде как. Вот так вот он выглядит. Что-то неровно. Ровно. Тут можно превращаться сколько угодно. Стандартный классический подвес. В сочетании с терракотой. Очень бохарский. Не знаю, что можно придумать более бохар в стиле. Разве что макраме-панно. Есть два варианта плетения. Здесь прямой. Здесь со спиралью. И с такими вот розочками. Кольцо из дерева. Это хлопок стопроцентный. Во всех покрытиях я стараюсь придерживаться экологичного подхода. В основном это масла и воск. Либо какие-то пищевые покрытия. Есть, например, эпоксидка, которую я использую. Она подходит для кухни. Затирка, эпоксидка. Но это по поводу мозаики. Хочу напомнить, у меня остались с предыдущей коллекции вот такие изделия. Видно, что есть петелька. Она как раз таки висит на эпоксидке. Держится крепко. Проверяла уже, вполне выдерживает свой вес. Дергать, естественно, не стоит. Но на стене держаться будет крепко. Таких изделий всего три осталось. Два подсолнуха как раз. И один орнамент. Я немножко сейчас ограничена доставкой. Пока что получается так, что изделие стоит дешевле, чем сама доставка. Вы бы засомневались, наверное, если бы доставка зашкаливала. Возможно, в вашем случае это не так. Напишите мне, пожалуйста. Я буду знать и работать в этом направлении. В будущем, конечно же, доставку я планирую. Но, скорее всего, уже из другой локации. Если вы тут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Дайте мне какую-нибудь обратную связь. Либо это лайк, либо дизлайк, если вам надо. Буду рада видеть вас на моем канале. До встречи.